Здравствуйте, приветствую вас. Меня зовут Владимир Сметанин. Со своим особым мнением сегодня у нас Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области. Олег, добрый день. Добрый день. На сайте эхокирова.ру вы, наши слушатели, можете с помощью специальной формы задать вопрос гостю особого мнения. Кроме того, если вам скучно просто слушать, есть у нас еще и видеотрансляция. Там же, на сайте эхокирова.ру. Ну что, поехали. Хочу я начать все-таки с обсуждения итогов мероприятия, которая состоялась 19 мая, в пятницу. Называется это «Общественные инициативы. Диалоги с властью». На этой встрече присутствовал и исполняющий обязанности губернатора Кировской области, и председатель РЗС, и городские руководители, и несколько десятков представителей общественных организаций. Да, все верно? Да. Как заявил в Рио губернатора, с момента своего формирования новое правительство Кировской области последовательно держит курс на открытость власти и развитие взаимодействия с гражданским обществом. Действительно, эта работа заметна, так? Вы как человек, собственно, занимающийся этой сферой. Ну вот, 19 мая мы встретились и обсуждали более подробно вот эти вопросы, все эти вопросы первый раз. В принципе... Да, заранее планировалось оно, когда вообще впервые информация прозвучала о том, что надо провести вот такое собрание? Или как-то все быстро получилось? Ну, достаточно быстро все получилось, да. Быстро, да? Придумали, провели. Да, придумали, провели. Собственно говоря, это первый такой подробный разговор на тему, возмущая представителей гражданского общества. То есть, два с лишним часа сидели, обсуждали. Были выслушаны представители некоммерческих организаций, которые рассказали о своей деятельности, о тех проблемах, с которыми сталкиваются. Мы старались при подготовке этой встречи сконцентрироваться на тех вопросах, которые там не локальные, ну, у каждой организации существуют свои проблемы, а на более общих. То есть, то, что зашается в объявлении. Да, широкий круг организаций и то, что, ну, самые яркие представители, то есть, руководители крупнейших организаций, те вопросы, которые видят, и решение которых могло бы повлиять на развитие вообще сектора некоммерческих организаций. Ну, давайте сразу конкретно примерами. Какие озвучиваете? Ну, очень часто, там, практически почти в каждом выступлении говорилось о том, что региону необходима своя линейка грантовых конкурсов. Именно на областном уровне? Да, именно на областном уровне. То есть, мы знаем и видим о том, что существуют президентские гранты, мы знаем и участвуем в работе, там, различных частных фондов корпоративных, которые помогают, вот, в последний год-два, там, стали появляться фонды, которые... Ну, простите, тот же фонд Кимченко, да? Да, да. Генназий Кимченко. ...которые помогают делать, там, конкурсы микропроектов. А вот середины, та, что зависит от регионального уровня, от позиции, там, правительства, вот это выпадает. К тому же сейчас появляется такая обоснованная потребность, ну, как известно, на уровне Федерации провозглашенный приоритет некоммерческие организации как поставщики социальных услуг. С Нового года как раз таки, да, я однократно говорил. Чтобы подходить к этому процессу, то есть, чтобы некоммерческие организации становились поставщиками социальных услуг, в частности, после многократных обсуждений с представителями министерств, ведомств, то есть, и мы поняли, и они поняли, и это такое общее мнение, что, ну, ничего не бывает, вот так вот взяли, одновременно объявили, и вот сразу все заработало. Необходимо, любая организация в своей жизни проходит, ну, некий эволюционный процесс. На деятельность организации те же органы государственной власти, они смотрят, как они работают, и желательно посмотреть на каких-то таких вот, там, средней величины проектов, пилотных проектов, которые организация осуществляет, может быть, за бюджетный счет, может быть, в режиме, там, конкурса проектов, там, неких грантов региональных, чтобы в процессе этой деятельности организация, во-первых, научилась работать с бюджетными деньгами, а во-вторых, органы государственной власти посмотрели, насколько организация умеет, там, отчитываться, насколько налажены внутренние процессы, насколько можно доверять, там, какие-то более серьезные глобальные вещи. На ваш взгляд, вот на таком местном уровне, тут более тесный контакт, более пристальное внимание, и понятие и оценка возможностей. Прямой, непосредственный, там, повод для общения, для изучения, там, и документации организации, когда, ну, в принципе, органы государственной власти оплачивают какую-то долю, там, расходов по содержанию услуг, некоммерческие организации оказывают услуги населению. Такие гранты как-то были у нас в регионе? Вот с таким разворотом еще нет. Не было? Новшество? Ну, ну, были грантовые проекты, которые поддерживались там регионом, в Бране, и они связаны были, вот, допустим, Министерство социального развития. У них есть, там, опыт общения с некоммерческими организациями, когда выделялись, там, грантовые средства, и вот в процессе реализации, там, гранта Министерство социального развития, там, смотрело на организацию, подсказывало, там, разбирались в документации, в отчетности организации, и некоторые организации, они, ну, буквально, там, выросли, там, вот, на этом. Вот такой поддержки. Да. И в данный момент они уже готовы, там, с точки зрения, там, своей внутренней инфраструктуры, документа оборота оказывать более серьезную, вот, на государственном же уровне, ну, государственные услуги, по сути говоря, социальные. Потому что процесс оказания социальных услуг – это дело очень сложное. Там, ну, вот, мы посмотрели документацию, там, просто одно перечисление, там, ГОСТов и СНИПов, которым должна соответствовать, там, услуга, оказываемая за счет государства, занимает две страницы. Вот, то есть дело это такое непростое. Смерть на взлете. Да. Разумеется, что начинающие организации с нуля, там, ну, просто не осилить. Ну, их у нас мало таких, да? Их у нас мало таких, некоммерческих. Да, и больше-то и не появится, если, ну, если не будет какой-то вот такой вот в средней части, то есть на пилотных проектах смотреть и обкатывать технологии взаимодействия. Вот. Ну, собственно говоря, вот такая была просьба высказана. Как отреагировала на нее руководитель непосредственно региона? Если бы было сказано, что, да, окей, по первой просьбе, там, сейчас пороемся, там, в карманах и выделим, там... Надо помнить о том, что бюджет-то у нас далеко не шикарный. Я бы не поверил. Не шикарный. Да, и это было бы, ну, не знаю, там, как-то неправильно. То есть вопрос сложный, мы действительно понимаем, что средств нет. Но вместе с тем, там, считаем, что их необходимо искать, может быть, не в этом году, может быть, закладывать бюджет следующего года. То есть... А вообще какой порядок цифр, на ваш взгляд? Ну, вы знаете, вот для средних грантов, вот, на мой взгляд, хватило бы миллионов пяти, вот, чтобы вот средней величины, там, проекты были поддержаны в регионе, достаточно, там, ну, крупные проекты. Пять миллионов – это один проект или это вообще все? Нет, вообще все. Вообще все. Вообще все. Да, то есть, а конкретные гранты, там, по полмиллиона, по триста тысяч, возможно. Да, 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 может быть, меньше. То есть, в режиме мини-грантов, то есть, вот, идет поддержка, там, от 25 тысяч рублей, ну, там, 25-50 тысяч рублей. То есть, там, где надо провести одно мероприятие, вы знаете, у различных инициативных групп граждан и, там, молодых организаций, там, до три тысячи рублей, там, на конкретные мероприятия, которые, там, здесь сегодня и сейчас там происходят, вот, на какие-то расходные материалы, это была бы тоже большая помощь, вот, но мы тоже прекрасно понимаем, что органы государственной власти, там, вся государственная машина, там, за тремя пяти тысячами, там, рублей, там, отчетности будет намного больше, чем, чем сама эта сумма. Поэтому, вот, мини-гранты, мы думаем, что, наверное, надо оставлять на какие-то инициативные вещи, то есть, и на частный, там, и корпоративный сектор экономики, вот, федеральные гранты, это, ну, федеральные гранты, то есть, ну, не все могут стать получателями, там, президентских грантов. То есть, это все равно ограниченное количество на регион, вот, но там и сумма больше. Ну, вот, такая средняя часть, ну, там, региону необходимо стремиться, чтобы такая, даже не поддержка, а была такая система взаимодействия. — Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, я напомню, что это особое мнение Олега Ткачула, руководителя Кировского центра поддержки НКО, члена региональной общественной палаты. Мы, напомню, говорим о мероприятии, которое состоялось в минувшую пятницу, общественные инициативы, диалоги с властью, возрождалась, собственно, по большому счету, судьба гражданского общества. Продолжим через полминуте. Продолжается программа «Особое мнение», Олег, вот, предложение вашей коллеге Нины Ершовой по созданию некого ресурсного центра, где представители НКО могли бы получать правовую, методическую информацию. О чем идет речь? — Солидарность? — Да, солидарность. То есть у нас есть и работает ресурсный центр, то есть наш, но, как бы, разумеется, мы не можем удовлетворить запросы всех организаций, тем более они разные, то есть по разным уровням вовлеченности. То есть одно дело помогать начинающим организациям, другое дело организации, у которых больше 20-30 штатных единиц сотрудников, у них совершенно другие проблемы. То есть какие-то азы, они и так уже знают. Мне кажется, здесь больше востребованы услуги, ну, я так скажу, может быть, таким ругательным словом, бизнес-коучинг, потому что процессы, происходящие в крупной организации, имеющие штатную численность, документооборот серьезный, это процессы близкие, знакомые, бизнес-тренеры. — По большому счету система-то одинаково работает, да, в коммерческой и некоммерческой организации, когда она выросла. — То есть такая поддержка нужна. Мы не беремся за такие вещи, допустим, ну, вот такие большие крупные организации постоянно сопровождать. Во многих вещах они разбираются лучше нас, вот в каких-то там своих специфических. А по организационному структуре, там, строению надо проводить просто такой серьезный детальный аудит. И здесь, ну, не знаю, мне кажется, что здесь надо привлекать ресурсы бизнеса, то есть бизнес-тренинги, возможности аудиторских компаний, консалтинговые всевозможные компании, потому что работа с финансами, она как там работа с финансами, так и здесь работа с финансами. Здесь было бы больше пользы. Вот в такую ресурсную деятельность для некоммерческих организаций вовлекать бизнес-организации. Вот это мое такое мнение. — Это должно делаться параллельно вот с тем, о чем мы раньше говорили, да? О расширении, так сказать, возможностей у кого-то получить что-то для своей деятельности. — Сектор растет, вот. Иногда кажется, что все плохо, и там, сектор схлапывается. Вот, но часть его растет, то есть изменяется качество. То есть, да, действительно, у нас есть убыль по некоммерческим организациям, там, в госреестре, там, их становится значительно меньше. Вот, но те, кто выживают, они становятся более профессиональными, у них появляются... — Матерые. Они научились выживать, ну, в агрессивной среде, вот, им живется очень, там, непросто, вот, ну, надо помогать, там, чтобы руководители не перегорели, чтобы у них все сложилось, была хотя бы физическая возможность выживать, оплачивать зарплату сотрудникам, содержать помещение, там, выплачивать аренды. — Это, я так понимаю, мы сейчас характеризуем ситуацию не только в отдельно взятом нашем регионе, а вообще в целом по стране, да? — Ну, в принципе, да, такая ситуация, она очень похожа. В других регионах происходит то же самое. Там, мы регулярно в рамках сети ресурсных центров, там, общаемся, обсуждаем, там, эти вещи. Это практически происходит, там, во всех регионах. Ну, и сейчас, кстати говоря, вот, с нашей ресурсной сетью Привозовского федерального округа подаем заявку на президентские, там, грант, надеемся, что… — Или 31 мая принимаются, да, заявки? — Работа ресурсных центров в Привозовском федеральном округе будет поддержана, ну, мы надеемся на это. Вот тогда, может быть, ну, мы будем иметь возможность чисто физически какие-то, там, взять в работу себе еще вопросы, которые волнуют нашей организации. Просто физически осилить многие вещи бывает сложно. — Вам-то лично удалось на этой встрече выступить с предложением? — Нет, лично мне не удалось. — Не дошла очередь? — Не дошла очередь. То есть я был записан по регламенту, то есть было много чего, но выступающие у нас так… — В общем, они ухватывались, да, зубами крепко, и обращали на себя внимание. — Ну, хорошо проговорили, то есть мы подготовим свои предложения, там, в письменном виде, и будем это меньше. — На этой встрече очередной раз прозвучало, что сейчас готовится программа развития региона, и власти говорят, что ждут предложения от гражданских активистов. Есть уже предложения там? Вы готовы поучаствовать в формировании? — Если предложения есть, они… — Развучите, пожалуйста. — Это какие-то основные такие, ключевые. — Лично я считаю, что необходимо практику, вот та работа, которая шла ранее, допустим, программа поддержки местных инициатив, необходимо ее расширять, поддерживать и уже фиксировать в нормативно-правовых документах. — Что это значит? — Это значит, ну, вот, допустим, мы сейчас в общественной палате рассматриваем проект закона об инициативном бюджетировании. Это, по сути говоря, нормативное закрепление практики поддержки местных инициатив. И там вот в это нормативное закрепление может уложиться не только вот то, как у нас была программа поддержки местных инициатив, но и такие программы, как народный бюджет, открытый бюджет. — То есть рамки широкие этого, да, и туда можно несколько каких-то отдельных проектов? — Ну вот смотрите, как бы у Кировской области достаточно богатый и успешный опыт реализации подобных программ. — 50-го года, по-другому. — Да, как бы все проводится, ну, то есть по усмотрению правительства, ну, то есть не закреплено нормативно. Другие регионы, изучив уже опыт Кировской области, они у себя там приняли профильные законы на эту тему, и теперь у них это осуществляется на основании закона, не только госпрограммы, не только постановлением правительства местных, вот, то есть это закладывается, ну, такая институциональная основа на годы вперед. — Ну, чтобы не было такой ситуации, да, вот, прошел сезон, реализована очередная часть проектов, а потом народ гадает, будет в следующем году проект, по-моему, не будет его, и вот все на таком возвышенном состоянии находятся. — Мы считаем, что там вот это делать совершенно необходимо, вот, мы считаем, что необходимо изучать и помогать, там, ну, в частности, там, по развитию некоммерческого сектора изучать те услуги, которые организации оказывают людям, вот, и даже не для того, чтобы их оплачивать со стороны государства, а чтобы государство, возможно, там, помогло, там, или напрямую, или через, там, квалифицированных посредников, ну, как-то ресурсные центры, там, неважно, механизм можно еще долго обсуждать, помогло финансовой устойчивости организации. Я не имею в виду деньги бюджета, вот, наоборот, мне кажется, что деньги… — А что это за гарантии тогда? — Ну, смотрите, как бы, многие организации по сути, ну, по своей сути, они оказывают услуги людям, то есть люди приходят, там, задают какой-то вопрос, получают ответ, там, если ответ был полезен, то, ну, можно сказать, что услуга состоялась. В принципе, некоммерческие организации все оказывают, ну, какие-то услуги. Другой вопрос, да, что не все организации, созданные самими людьми, ну, некоммерческие организации фиксируют, там, вот, процесс оказания этих услуг, не всегда презентуют, там, результаты, то есть не всегда могут показать, что же они такое вот делают. Речь идет о том, что необходимо вот этот сектор, там, ну, изучать, там, посмотреть, а сколько услуг вообще, в принципе, оказано, там, нашими некоммерческими организациями. — Ну, ревизию такую, то есть. — Да. А какую долю, там, экономики региона составляет, там, вообще процессы оказания этих услуг. То есть из этого вытекает то, что эти услуги необходимо формализовывать, там, внутренние документации организации, то есть придумывать, ну, положение об оказании услуг, вводить некие стандарты оказания услуг. То есть поговорить с человеком — это сколько? Это 15 минут или два часа? То есть, ну, наверное, это разные услуги. Насколько глубоко эта услуга оказана, то есть объем предоставления услуги. В бюджетных организациях, в государственных органах, то есть государственные услуги, они четко, жестко описаны, к ним предъявляются, там, многие требования. В некоммерческих организациях этого нет. Надо к этому стремиться, а понятно, что это надо стимулировать, там, этому надо помогать. Здесь требуется и методическая помощь, вот, может быть, какая-то инфраструктурная помощь, то есть, может быть, помощь тем организациям, которые будут настраивать вот эти вот процедуры оказания услуг. И если мы получим понимание, какие, там, в общем объеме, там, оказывают услуги, какие конкретно, там, практикуются услуги, какие наиболее популярны, какие наиболее востребованы, какие услуги готовы именно, там, некоммерческие организации оказывать, мы четче сможем подойти и к консультированию, ну, по оказанию этих услуг и начинать выстраивать, там, бизнес-процессы вокруг приносящей доход деятельности. То есть, может быть, эти услуги будут оплачиваться, там, самими получателями услугами, вот, но этому процессу надо помогать. – Это вообще работа какого периода времени? – Ой, ну, я считаю, это длительная. – Длительная, да. – Но чем раньше начнем, тем… – Закончим, но там нет. Нельзя использовать слово «закончить» там. – Запуск и бесконечный полет. – Ну, смотрите, как бы структура доходов некоммерческой организации, на мой взгляд, должна, там, в первую очередь, и в большей части состоять из негосударственных источников. А там, допустим, те же самые гранты, которые, безусловно, нужны и важны, вот, но они должны составлять, ну, там, малую часть бюджета. Если вообще, как бы, должны, там, составлять, если организация может обойтись без государственных денег, а вполне финансоустойчиво стоит, там, на ногах самостоятельно, то и ради бога, там, нет зависимости от государства, нет всегда вот этих вот сомнительных вещей, что вы все равно за бюджетный счет живете, и там то ли недобюджетники, то ли еще чего-то. Я всецело за отказ от бюджетных денег, вот, но к этому надо подходить плавно, то есть, естественно, и здесь помощь государства была бы неоценима. Так мы все равно это будем делать, там, исходя из своего понимания, из тех ресурсов, которые найдем самостоятельно, вот, просто за государственным участием, там, в этом процессе получилось бы, ну, быстрее, и мы бы смогли более, большее количество организаций, там, поработать. Ну, вот, как я предполагал, большую часть особого мнения мы посвятили, как раз, итогам этого мероприятия, ну, все-таки по завершении-то были высказаны намерения, что встречи будут продолжаться? Да, один из основных итогов, это то, что договорились о том, что летом будет еще одна встреча, на которой до нее будут предложения, там, сформулированные в письменном виде, переданы в правительство, там правительство подумает, там, над этими предложениями, и встретимся еще раз, и обсудим более конкретно, вот, то есть по пунктам там, весь перечень предложений. — Угу. — Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки НКО, член общественной палаты Кировской области, это его особое мнение, нам нужно сейчас прерваться на небольшую рекламу, мы скоро вернемся. Продолжается особое мнение Олега Ткачева, руководителя Кировского центра поддержки некоммерческих организаций, член общественной палаты Кировской области, давайте в политику немножко ударимся. Недавно стало известно имя еще одного кандидата на губернаторские выборы в нашем регионе Это Николай Барсуков, руководитель Кировского отделения партии «Коммунисты России» Ну вот уже сейчас четверка У нас кандидатов Василия, временно исполняющего обязанности губернатора Намаев, Черкасов Как вам такая компания? Ожидать ли кого-то еще, на ваш взгляд, в эту четверку? Не знаю, может быть добавится, но компания и компания Компания и компания Николая Барсукова, ну с удивлением мы видели в числе кандидатов к губернатору Человек долгое время студотрядный, по этой линии работал и работает Он долгое время занимался и занимается студенческими строительными отрядами Ну это то, что мы о нем знаем Как о представителе одной из некоммерческих организаций Ну что-то я понимаю, вот этого большого интереса не испытывается вообще Нет, ну мы прекрасно понимаем Мы прекрасно понимаем, что такое коммунисты России Откуда они взялись и для чего взялись Ну если вы не в курсе, наши слушатели, то коммунисты России Многие считают, что они созданы для того, чтобы определенную часть голосов у КПР Отнимать на всевозможных выборов Партия спойлеров, как говорят Ну да, но с другой стороны, невозможно же запретить Ну такова политическая жизнь То есть возможно, на ваш взгляд, еще будут Мне кажется, должно быть, как-то по ощущениям, чего-то не хватает То есть как бы вот круг вот этих персон Как то, что традиционно Да, мы их всех знаем И в принципе, не знаю, как-то не вызывает особого интереса То есть должен кто-то появиться еще более интересный, более неожиданный А если не появится? Ну значит будет чуть-чуть скучновато Новость, появившаяся на прошлой неделе Ведомости написали о том, что в пяти регионах Это Свердловская, Ярославская, Калининградская, Бурятия и Кировская области Кремль освободил от необходимости повышать избирательную явку на губернаторских выборах Грядущих Связано это, пишет издание, либо с тем, что местные элитины не приняли временно исполняющих обязанностей Которые были назначены президентом Либо в этих регионах есть серьезные конкуренты в Рио Вот как оцениваете эту новость? Знаете, я вообще не понимаю, как бы вот этого... Что такое повышение явки? Да, нет, то, что такое повышение явки, я понимаю Я не понимаю вот неких скрытых нормативов Вот в законодательстве о выборах ничего не написано Ни о каких нормах явки Я не знаю, где, в каком документе федерального уровня написано, что администрация президента должна определять какие-то нормативы явки для каких-то регионов такие, а для каких-то регионов всякие Где это написано? Мне просто интересно Мне кажется, что федеральный закон прямого действия, его нужно выполнять так, как он написан Какие-то скрытые, ну не знаю, их внутренние указания внутри административной линии, ну что их обсуждать? То есть мне кажется, это такие благие пожелания Какие-то негласные вектора, советы на предвыборную кампанию каким-то кандидатам Что значит, там, Кремль будет наставить или не будет наставить? В каком это выражается? Там, избиратели придут, они или придут, или не придут Результат будет такой, или результат будет другой Понятно, что там, где, в тех регионах, где популярность кандидатов не очень высока То там легче малым количеством избирателей принять, и этого хватит Там, где популярность высокая, то, ну, если как можно больше людей придут Это будет придавать больше убедительности Но вот эти вот, будет придавать больше убедительности Это вот все равно такие, как бы, эфемерные, там, неупорядоченные законы Не ощутимые, да, вещи Неупорядоченные законы, ну, какие-то вот субстанции Которые, ну, кому-то должны, там, нравиться Но я за то, чтобы никакого административного давления Вот, из-за каких-то пожеланий, там, не оказывалось За настоящие, вообще-то, честные выборы Не в ту, не в другую сторону Это, конечно, ну, такая, моя позиция, она такая идеалистическая Вот, там, многие над ней посмеются Но я намеренно утрирую и намеренно, там, делаю вид, что, там, не понимаю Там, о чем идет речь Ну, потому что очень хочется, чтобы, там, было, как в сказке Люди самостоятельно пришли и самостоятельно своей головой поразмыслили Там, за кого отдавать голос А потом все это аккуратно будет и честно подсчитано Да, а потом, чтобы это аккуратно честно И так и объявлено Да, чтобы все было по-честному, по-чистому Без каких-то внутренних, там, странных течений Странных указаний, там, вам можно, вам нельзя Я не понимаю, что можно, а что нельзя Интересная новость прилетела тут на днях из областного законодательного собрания Оказывается, наши парламентарии в скором времени собираются рассмотреть проект Ну, такого кодекса, что ли, этики депутатов Вот приведу для примера, что там написано Парламентарий, ну, конечно, должен уважать достоинства своих коллег, граждан Пропускать заседания без уважительной причины можно не более двух раз в квартал Представляете уже, да? А в квартал сколько у нас? Три заседания проходят То есть, два из трех пропустил, то есть, три из трех пропустил, уже все Нарушители этики ждут разные наказания Если будет неправильно себя парламентарий вести, то его могут вообще лишить слова На всю сессию Вот такой кодекс Ну Необходим он такой? Ну, смотрите Или вообще надо это прописывать, закреплять? Необходимость принятия и закрепления каких-то формальных правил Она исходит из какой-то Из какой-то надобности Надобности Нужды какой-то То есть, если парламентарии решили, что без нормативного закрепления у них там дела не идут То, значит, будут нормативно закреплять Для нас это сигнал, что, ну, видимо, все плохо Поясните плохо, что бардак там вообще Не могут не прописывать Я не знаю Вести себя правил Видимо, да Вот, то есть, если подобные вещи, там, потребовалось закреплять в виде документа Вот, значит, просто, там, апеллировать к совести, там, депутата уже не получается Вот, если раньше справлялись без этого и, там, как-то работали, вот, ну, значит, как бы было другое ощущение, другое качество, другое сознание, там, у тех же депутатов В общественной палате такого кодекса нет Есть все-таки Есть кодекс этики, но там нет таких жестких норм То есть Не придешь ты меня, не придешь, мы тебя исключим Такого нет Да В региональной палате В общественной палате есть, там, некие индикаторы Которые учитывают, там, тоже, там, и присутствие, там, на мероприятиях, и, там, славы А, это рейтинг активности членов ОПКО, да Которые на сайте нужны Но это же не какие-то жесткие, вот, такие требования, там, с санкциями Вот, это, наоборот, там, какие-то стимулирующие вещи То есть, ну, совершенно другая постановка, там, вопроса Не знаю, если депутат, там, не справится без этого документа, пусть принимают Что делать? Ну, лишь бы хуже не было А мы выбрали таких депутатов, блин Да, лишь бы хуже не было Если парламентарии не могут, вот, сами по себе, обходиться без прописанных этих правил Ну, да ладно Остается пару минут, тройка минут до конца особого мнения В ближайшее воскресенье, как известно, будет проводиться праймер из Единой России, да Для последующих выборов в городскую думу Я вчера специально, внимательно, пересчитал на сайте, сколько их заявившихся на праймер из ровно 127 человек Вот, как вы оцениваете эту процедуру? Ну, это, я уже неоднократно говорил, это внутреннее дело партии Внутреннее дело партии, да То есть, если они хотят друг перед другом выступать из своей среды, чтобы сторонники дали им обратную связь Именно сторонники этой партии, ну, ради Бога, то есть, это их внутреннее дело То есть, в данный момент они набрали 127 кандидатов, которые перед своими сторонниками выступают И сторонники как-то реагируют, и на реальные выборы, видимо, они будут выставлять чуть меньше Но вы видели этот список? Неожиданно было видеть некоторых персон? Я не присматривался детально к этому списку, весь список не читал Мне не интересен список кандидатов в кандидаты от одной политической партии Мне, может быть, более будет интересно, когда будут какие-то межпартийные дискуссии между уже официальными кандидатами, которые заявятся на сами выборы Дискуссии в каком формате? Те же дебаты? Те же дебаты, да, в любом формате То есть, когда там действительно конкуренты, а как отдельные личности попали в их итоговый список, который партия будет номинировать Ну, молодцы, если делают внутреннюю процедуру, внутрепартийную, ну, хорошо Хотелось бы, чтобы другие партии поступали так же, но вот какой-то внутренней кухне, там, внутрепартийной кухне Пересматриваться, там, партии, которые не очень неинтересны, ну, не знаю Еще минута, Олег, оптимистично ли вы смотрите в ближайшее будущее нашего города? Потому что, как известно, у нас тут и масштабный ремонт дорог стартовал Нам пообещали программу ремонта дворов и благоустройства парка и скверов Вот такое ощущение, что плохо сейчас заживем-то Да я смотрю вообще оптимистично, там, я думаю, что город растет, развивается Вот, не благодаря, там, там, каким-то конкретным программам, там, которые утвердили, пообещали Там, обещать еще не значит жениться Мы посмотрим по факту реализации всех этих программ Вот, ну, вне зависимости от всего этого Город растет, развивается В городе, там, появляются, там, новые организации, новые активисты Появляются новые темы, там, для обсуждений Появляются новые, там, технологии Там, где-то свои придумываются какие-то элементы Где-то привносятся извне Хорошо, что город живет Хорошо, что в городе есть неравнодушные люди Которые друг с другом спорят, не соглашаются Там, из этого, ну, я думаю, что и произрастет, там, какое-то истинное Ну, ведь намного будет же лучше, если бы эти люди активно неравнодушные будут ходить и ездить по хорошим дорогам Отлично Гулять в замечательных парках Я только за отличные парки и хорошие дороги Вот, как это сделать, другой вопрос И здесь мнение этом расходится у многих людей Ну, к сожалению, у нас нет больше времени на беседу Олег Ткачев, руководитель Кировского центра поддержки некоммерческих организаций Член региональной общественной палаты Спасибо, всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok